добрый вечер всем добрый вечер всем кто к нам присоединился сегодня мы работаем без натана вот поэтому возможны всякие технические несостыковки заранее прошу прощения надеюсь что все пройдет нормально вот я еще должен смотреть одновременно и впускать людей если будут добавляться слушатели вот так что я заранее прошу прощения есть какие-то заминки вот я напоминаю о том что как бы основные вопросы для основных вопросов уделяется время в конце занятия но если что-то требует немедленно какой-то немедленной реакции что-то явно непонятно то можно прерывать естественно и во время того что я говорю и задавать свои вопросы мы сегодня не знаю сколько мы успеем но во всяком случае мы начнем говорить о событии которое сыграло в общем очень значительную роль формирование древней еврейской веры теологии теодицеи мы увидим как то все преломляется в источниках речь идет о басаде иерусалима ассирийским царем синахирибом в 701 году до новой эры если часто нам приходилось сетовать на то что у нас слишком мало источников и помимо библейского текста нам практически не на что опереться и лишь какие-то косвенные археологические артефакты позволяют нам найти какую-то правильную перспективу для оценки событий то здесь как раз у нас много источников он помимо того что у нас есть несколько внутри библейских источников этой истории что уже само по себе показывает насколько она была воспринята как важная и существенная помимо этого у нас есть несколько сирийских источников что тоже показывает насколько в глазах ассирийской власти эта история в общем была воспринята весьма серьезно этот поход синахириба в иудею но перед тем как собственно говорить об этом походе надо сказать целом о той ситуации которая тогда сложилась нашем регионе я напомню что между 722 720 года года годом до новой эры перестала существовать северное израильское царство которое было сметено ассирийской экспансией возглавляемой сначала шалманасаром пятым а потом его преемником на царском троне саргоном вторым и после этого в общем где-то лет на 15 наступила затишье ассирия воспринималась как абсолютно несокрушимая сила с которой совладать невозможно хотя и предпринимались попытки и после воцарения саргона саргон был третьим ассирийским царем который как бы вот создал такое реноме реноме сирийской империи да первым был как мы помним теглат пилесар 3 затем затем шалманасар пятый и вот саргон второй они фактически создатели огромная сирийской империи на всем ближнем востоке которая простиралась от иранского нагоря на востоке и до границ с египтом на западе на юго-западе вот несмотря на это отдельные попытки восстаний предпринимались и во времена правления саргона но в общем это были как бы такие довольно незначительные эпизоды было затишье но в 705 году саргон второй умирает его трон наследует молодой сын саргона синахирим или как он называется еврейских источниках санхирим и вот как раз этот момент собственно говоря такой классический случай власть меняется начинаю начинаются попытки бунтов и как бы было было сделано сразу несколько таких попыток восстать против ассирийской власти вавилоне например народах баладан пусть того что был отстранен от власти саргоном снова воцарился и поднял бунт в районе лама то есть там где вот иранская нагоре тоже был поднят бунт против ассирийской власти и на западе тоже начались брожения и судя по всему активное участие в создании антиасирийской коалиции на западе принимал с одной стороны царь иудей из киеву внуков сын от того самого ахаза который в свое время принял роль вассала при теглад пелесаре третьем из киеву цари иудеи а также цари сора и филистинлянские цари вождоде и в икроне судя по всему все это делалось под эгидой эгипта который был заинтересован в ослаблении ассирийской империи в эгипте в ту пору возникла новая так называемая двадцать пятая нубийская династия первым царем который был шабака а вторым тахарка или тирхака о нем еще будет речь впереди и вот как бы начинается восстание все эти восстания против сирийской власти в результате были жесточайшим образом подавлены и санхирив оказался еще более успешным и жестоким завоевателем чем его отец аргон и сначала первые годы он предпринял ряд походов два похода на вавилон на елам и подавил восстание там а затем 701 году отправился на территорию реванта сначала осадил цор взять цор он не смог но как бы фактически цор как восставшая фигура из игры выпал и царь который восстал против синахирима вынужден был бежать затем он вошел на территорию на территорию пилистии и иудеи при этом надо еще иметь ввиду такую вещь как раз когда началось восстание хиския у царь иудеи фактически установил контроль на филистим ли на филистимским городом и кроном и арестовал это тогдашнего царя и крона который как бы поклялся верности ассирии по имени пади в результате он вынужден был его отпустить когда ассирийцы вторглись на территорию иудеи и как бы с этой стороны в начале улыбнувшаяся была удача повернулась к восставшим спиной значит все эти события которые я сейчас описал они практически никак не упоминаются в тексте танаха текст танаха фокусируется вполне естественным образом на иудеи гораздо меньшей степени гораздо меньшей степени на окрестных на окрестных государствах хотя и в самом начале 18 главы книги царей говорится что хиския у хиския у хиския у побил филистимлян до газы вполне вероятно что подразумевается как раз вот то что я упомянул установление контроля над филистимским городом и кроном но в целом как бы речь идет о событиях связанных с иудеи в то же время в тех текстах на аккадском языке которые дошли до нас по следам событий очень близко к ним некоторые из них были написаны спустя несколько лет а некоторые спустя десятилетия после этих событий где подробнейшим образом от имени сенхириба сенхириба излагается его поход в наши края и то как он захватывал захватывал государство за государством и есть несколько несколько таких текстов наиболее известный текст находится в чикаго это так называемая призма сенхириба но есть и некоторые другие текст один из которых находится в британском музее в лондоне один и в израильском музее в иерусалиме где повторяю подробнейшим образом описывается то как сенхириб захватывал окрестные государства мы до этих текстов еще дойдем и о них поговорим помимо этого есть еще один очень существенный артефакт который который был обнаружен при раскопках ниневи именно так называемая фреска сенхириба которая увековечивает захват второго по значению города в иудее лохиша тем времена лохиша это был второй по значению город в иудее это огромная огромная фреска предполагают что изначально она как бы имела длину до 27 метров и она фиксировала как такое немое кино последовательно этапы осады и захвата лохиша не вся она уцелела но то что уцелела достигает 19 метров длиной в длину так что довольно существенная существенный текст повторяю к текстам аккадским мы вернемся а сейчас мы как бы зададимся основным вопросом который будет нас интересовать сегодня это что произошло под стенами иерусалима собственно сенхириб захватил всю иудею и превратил ее в ассальное государство последняя последняя крепость которая оставала оставалась захватить был иерусалим иерусалим был осажден и тем не менее какой-то момент осада была снята и иерусалим был спасен теперь возникает вопрос возникает вопрос собственно повторяю центральный вопрос который меня будет нас интересовать что же случилось почему 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 сенхириб сняла саду и вынужден был уйти из иерусалим это в качестве такой преамбулы значит если у кого-то уже сейчас возникли вопросы то можно их задать потому что мы сейчас перейдем к текстам окей значит я сейчас открываю экран и надеюсь что вы видите это вот этот вопрос как иерусалим выдержала сирийскую осаду между легендой историей для начала мы сравним два свидетельства значит книга царей млахин рассказывает нам о том что она изображает хискияу как царя праведного который борется с различными формами язычества посеянными баудеи во времена его отца ахаза любопытно что сообщается что хискияу уничтожил некую фигуру который по поводу которой существовала традиция что она была создана никем иным как самим муше медный змей который превратили своего рода в объект поклонения а поскольку книги бамид бар рассказывается о том как муше делает медного змея было такое немножко магическое деяние с теологической точки зрения создающие немало проблем для комментаторов благодаря наличию этого змея люди исцеляются от реально от укусов реальных змей вот и вот этот змей во времена хискияу так об этом рассказывается книги царей еще стоял по крайней мере ему приписывалась этому змею такая такая вот история и хискияу его уничтожали это как бы некоторое вступление в тему посвященное хискияу и повторяя подчеркивается что он во всем полагался на бога израиля и не было такого царя после него и перед ним среди царей иудеи которые бы столь праведно себя вели след за тем сообщается что он восстал против ассирии и побил филистимлян а дальше перед нами два сообщения одно сообщение кратко состоит следующем на 14 год правления хискияу а тут есть на самом деле немалая проблема с хронологией вот дело в том что дело в том что хискияу хискияу воцарился над иудеей в сейчас вам скажу когда в 732 году до новой эры судя по всему семьсот семьсот двадцать девятом году до новой эры это как бы выводится из сравнительной хронологии значит если в семьсот двадцать девятом году он воцарился то а поход сенафериба был семьсот первом году то никак не получается чтобы это был четырнадцатый год его правления и есть разные попытки это объяснить в том числе существует такая в общем бездоказательная гипотеза что сенафериб дважды ходил походом на иудею тоже сейчас об этом поговорим но так или иначе значит сенафериб приходит в иудею и захватывает иудейские города хискияу посылает ему в лохиш послание которым раскаивается в садень он говорит так хатати шум мя лай это шерти тена лай иса я согрешил оставь меня то есть отойди от меня все любую дань которую ты на меня наложишь я тебе выплачу и действительно сенафериб накладывает на хискиягу дань 300 серебряных кикаров и 30 золотых кикаров числа кстати говоря очень похожий на те о которых сообщает сенафериб в своих аналах по поводу захвата иудеи и дани которые наложил на хискияу и говорится здесь хискияу отдал все деньги находящиеся все серебро находящиеся в храме господнем и в царском доме то есть вынужден был обобрать храм с этим мы уже сталкивались такими эпизодами обычно это жестко очень сильно осуждался но здесь автор готов простить хискияу практически все в том числе это он был вынужден отбить двери храма и все это отдать ассирийскому царю в качестве дань значит из этого рассказа следует что иерусалим был пощажен поскольку хискияу целиком полностью покорился ассирийской власти и как бы фактически расписался в своей несостоятельности и готов был платить дань что касается ассирийского царя то по всей видимости в его интересы если исходить из этой версии не входило захват специально захват иерусалима и полное уничтожение иудейской государственности что тоже вполне понятно с чисто политической точки зрения иудея была своего рода в глазах синахериба буферным государством отделявшим его от египта если бы иудея была полностью захвачена ему в тот момент надо было бы иметь дело с египтом на что он еще полностью не был готов впрочем в скобках отметим что египетские войска таки пришли на помощь хискияу по договоренности и на территории такого древнего города иль таки который находится где-то южнее решен лициона сегодняшнего произошло сражение в результате которого в общем египетские войска были разбиты и вернулись в освояси согласно танаху войска возглавлялись упомянутой мной тахаркой или тирхака на иврите который то время царем еще не был в танахе он называется царем но судя по всему он был просто командующим египетской армии он был сыном тогдашнего царя вот и поцарился только спустя полтора примерно десятилетия после описываемых событий значит это как бы одна версия но следом за меня идет совершенно другая версия событий совершенно другая я не перестал приводить ее целиком полностью я ее кратко перескажу согласно этой версии синахирим посылает к стенам иерусалима своих людей с требованием капитуляции города среди этих людей находится некий человек который называется равшаке это не имя это звание как впрочем и другие термины которые тут появляются это собственно говоря не имена тартан равшарис равшаке это все название обозначение высших должностей в ассирийской армии в ассирийском государстве равшаке это буквально в виночерпи вот но виночерпи номинально фактически глава армии удивительным является то что этот человек равшаке умеет общаться по иудейски то есть говорит на иудейском языке кстати это единственное место где вот в книгах описывающих описывающих эпоху первого храма назван по имени язык на котором Израиль говорил он называется словом иудит иудейский язык он обращается к осажденным на этом языке и требует капитуляции города применяет различные тактики убеждения и воздействия как такой очень искусный пропагандист и манипулятор он с одной стороны грозит им тем что никто никому еще не удавалось уйти от ассирийского царя с другой стороны он неожиданным образом задействует бога Израиля и говорит что если и пришел если ассирийский царь пришел на эту землю то видимо не без воли бога Израиля с третьей стороны он обещает в обмен на капитуляцию и на сдачу города всякие благоденствия в том числе и тем которые будут отправлены в Ассирию что земля там ничуть не хуже чем земля иудейская в общем наполняет людей ужасом и неуверенностью при этом вельможи царя Хискияу которые слушают эту речь обращаются к нему в какой-то момент и говорят не говори просим тебя по-иудейски а говори по-арамейски потому что мы знаем арамейский язык почему они об этом просят потому что арамейский язык ну это грубо говоря как английский сегодня простонародье не знает этого языка и поэтому вельможи не хотят вельможи Хискияу не хотят чтобы простой народ слышал то что говорит Равшаке Равшаке же в ответ говорит я пришел по приказу царя Ассирийского с тем чтобы обратиться не только к вам а ко всем осажденным и он продолжает говорить на иудейском языке значит с древних времен обсуждался вопрос откуда он знал этот язык ну с одной стороны можно сказать что дипломат может быть и полиглотом знать разные языки с другой стороны еще во времена мудрецов Талмуда была выдвинута теория согласно которой Равшаке был иудимумар то есть человек который оставил свою веру поэтому он собственно говоря знал иудейский язык перешел на сторону на сторону врага возможно возможно стрелы направлялись в направлении небезызвестного нам автора Иосифа Флавия который будучи евреем перешел на сторону римлян во время антиримского восстания и хотя и не оставил веру своих отцов но в общем фактически предал свою армию которая воевала против римлян не исключено как полагают некоторые современные исследователи что Равшаке в самом деле был возможно вторым поколением переселенцев из северного израильского царства и там выдвинулся Василий на высшие должности как я уже говорил когда мы обсуждали судьбу северных колен такого рода вещи зафиксированы в ассирийской документации там появляются люди которые носят ассирийские имена а при этом имена их отцов еврейские израильские ассирийцы были совершенно не против такого рода ассимиляции и те кто готовы были им служить и их продвигали независимо от их происхождения возвращаясь к нашему рассказу все что происходит у стены обо всем об этом доносят вельможи царю Хискеяу Хискеяу в ужасе он рвет одежды не знает что делать но в конечном счете что должен сделать праведный царь вы можете даже сами догадаться молиться должен помолиться перед Богом это ровно то что описывается здесь Хискеяу молится перед Богом и просит его о защите и поддержке говоря о том что вот это Санхирив послал своего посланника с тем чтобы поносить Бога живого и но и в самом деле Господь цари ассирийские разрушили царство и народы и сожгли их богов в огне потому что это вовсе не боги а дело рук человеческих ты же Господь Бог наш спасал нас спаси нас от руки его пусть знают все царства земли что ты Господь Бог единственный надо сказать что трудно в таких случаях мы же не имеем дела с какой-то стенограммой мы не знаем молился ли в самом деле царь Хискеяу вполне возможно что молился и какова была его молитва судя по языку той молитвы которая появляется здесь это весьма поздний текст который вложен в уста Хискеяу такого рода молитвы которую я вам сейчас прочитал мы встречаем в эпоху второго храма и они вкладываются в уста различных персонажей например Даниэля вот и как бы автор редактор книги царей желая представить праведного царя Хискеяу вкладывает ему в уста эту молитву книга царей напомню вам пишется значительно позднее тех событий которые в ней описываются поэтому кстати с точки зрения близости к событиям книга царей конечно дальше от них чем аналы ассирийские аналы Синахириба которые до нас дошли она как бы книга царей окончательно формируется уже в пленную эпоху пост пленную эпоху значит тут после того что Хискеяу произносит свою молитву на сцене появляется пророк Исаия пророк Ишаяу пророк Ишаяу обещает царю божью поддержку при этом он всячески иронизирует по поводу гордыни Синахириба который возомнил себя чуть ли не богом и вот он думает что может подняться до небес но на самом деле его ждет печальная судьба потому что он не понимает что на самом то деле власть принадлежит не ему а богу который вложит ему удила в ноздри и заставит его двигаться туда куда он захочет надо отметить что книги пророка Ишаяу есть неоднократные реминесценции связанные с появлением ассирийских царей на как бы ассирийских царей в Ливанте вообще и на территории Иудеи в частности и Ишаяу постоянно подчеркивает как бы он был возможно первым из таких вот рупоров идеи что ассирийские цари как будто бы противопоставляют себя богу Израиля сами себя возомняют богами но они смертные люди и падут так же точно как все смертные и поэтому их не надо страшиться ровно по этой же причине Ишаяу отвергал опять же согласно библейским текстам какие бы то ни было попытки царя Хисаяу заручиться поддержкой Египта так как например он говорит в одном из своих пророчеств это 29 глава 31 глава книги Ишаяу он говорит так о горе тем которые спускаются в Египет на помощь полагаются на коней и на колесницы потому что их много и они сильны и не обращаются к святому Израилеву и господа не ищут а ведь Египет человек а не бог и кони их плоть а не дух господь же поднимет руку и падет и тот кто помогает и тот очень жесткая тирада против попытки заручиться помощью египтян любопытно что в этом плане эта позиция совпадает с позицией приписываемой в нашем тексте посланнику Синахриба Равшаке который извительно называет Египет сломанной тростью на которую полагая пытается опереться царь иудеи но эта трость говорит Равшаке вонзится ему в руку и только повредит ее так вот в этом смысле они совпадают но конечный результат противоположный Равшаке говорит что бессмысленно обращаться за помощью к Египту потому что Иерусалим обязательно падет в руки Осирии в то время как пророк Ишаяу утверждает что именно поэтому и не надо обращаться за помощью к Египту поскольку Иерусалим находится под эгидой под защитой самого Бога как он тут говорит ибо от Иерусалима исходит выйдет остаток и спасение из горы Сионской то есть из храмовой горы это сделает ревность Господа поэтому говорит он как бы насыпали насыпи войска сирийские они ничего не достигнут путем которым они пришли тем же путем они и вернутся и дальше идет такое знаменитое мото которое высечено в Иерусалиме в центре города те кто бывал такое есть место пересечения улиц Яфо Кинджорж и Штраус там такое есть место называется Пушка Давидка и на ней написано рядом с ней написано и я защищу этот город дабы спасти его ради себя и ради Давида Рабама значит это эти слова приписываются пророку Ишаяу весь этот текст кстати говоря появляется не только в книге царей но и в книге Ишаяу с небольшими изменениями на которые мы еще обратим внимание и каков же результат результат вот каков в ту же ночь вышел ангел господень и побил стана сирийский уничтожил 185 тысяч человек и вот встают утром и все там трупы и поэтому синахилиб вынужден был отойти от Иерусалима и вернуть из-за Удеи и вернуться в Невию причем важно отметить что это происходит второй раз первый раз синахилиб отходит вынужден отойти не полностью выйти из-за Удеи но двинуться на юг с тем чтобы встретиться с египетским царем Тагар как написано царем опять же он не был царем его и начальником Тагар или Тиргака вот и естественно у осажденных возникает надежда что сейчас как бы возможно синахилиб потерпит поражение и Иерусалим Иудея будет спасена но тут же появляется снова на сцене Рафшаке который обращается опять же к осажденным с новой речью и говорит им не думайте что вы спасетесь никто еще не спасался от царя Ассирийского не спасетесь и вы и не поможет вам эта короткая короткая передышка это первый раз неудачная попытка а второй раз когда уже никакой не 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 сам бог вышел на защиту Иерусалима вот в этот момент синахирид был вынужден убраться из Иудея оставшись фактически библейский текст более чем более чем десятилетия более чем десятилетия и действительно правда состоит в том что он погиб и его наследником стал действительно действительно эссархадон о котором мы еще будем в свое время говорить вот но я повторяю все это происходит значительно позднее в этом смысле библейский текст отклоняется от исторической правды это произошло в 681 году то есть через 20 лет после описываемых событий ну вот теперь после того что я довольно подробно все рассказал к этому я только добавлю добавлю еще одну деталь пожалуй мы сделаем это попозже не сейчас дойдем до этого сейчас я все-таки хочу сосредоточиться на том вопросе который я задал который я поставил да вот как же так есть два описания спасения Иерусалима от Синахерипа одно описание чрезвычайно прозаическое и представляющее Хискияу в довольно жалком свете и другое описание такое эпическое поэтическое да в котором как раз Хискияу предстает преданным Богу царем полагающимся на него и Бог встает на защиту своего города возникает вопрос возникает вопрос как же это объяснить может быть я с этим вопросом сначала обращусь к вам может быть у вас есть какой-то возможный ответ на этот вопрос я надеюсь что меня слышно хорошо я пока закрою файл вот значит поскольку ответ молчания то я тогда сразу предложу вам несколько разных версий несколько разных версий одна версия одна версия предлагалась уже Иосифом Флавием помимо помимо древних рассказов о той истории которую мы сейчас с вами читаем есть и более поздние источники это первую очередь десятая книга иудейской древности Иосифа Флавия так вот Флавий который не знает о сирийских источниках его время они давно погребены только новое время в 19 столетии все это начинает выходить на свет Божий он ориентируется исключительно на библейский текст и он пытается его объяснить кстати тем путем которым пошел Флавий потом впоследствии пошли некоторые из классических еврейских комментаторов например Донатска Кабраваны и объяснение которое предлагается состоит в том что Синахириб обманул обманул Хискияу что после того что Хискияу попросил пощады и отправил послов к Синахирибу с обращением о том что он готов выплатить любую дань после этого после этого Синахириб приняв эту дань снова осадил Иерусалим обманув Хискияу и дальше уже происходят описанные события согласно которым и сам Хискияу понял что бессмысленно просить пощады у коварного и жестокого сирийского царя и единственное прибежище это Бог а вот такая попытка объяснения естественно носящая гармонистический характер вот ну проблема заключается в том что в общем с чисто политической и психологической точки зрения конечно такой ход выглядит довольно странным если Синахириб убедился в лояльности Хискияу то ему совершенно незачем вновь захватывать Иерусалим наоборот он был повторяю заинтересован в том чтобы иудейское царство осталось своего рода буфером между ним и Египтом до поры до времени на самом деле только сын Синахириба и Сархадон смог вторгнуться в Египет а окончательно его завоевал уже внук Синахириба Ашурбанепал так что эта теория как бы выглядит довольно странно теперь есть другая теория которая не столько гармонистическая сколько спекулятивная которую я уже упоминал что имели место два разных похода Синахириба на территорию иудеи один поход более ранний и он закончился выплатой дани а второй поход после еще одного восстания закончился тем самым событием которое описывается во второй части рассказа вот этим самым чудесным спасением Иерусалима это как бы второе возможное объяснение которое предлагается есть и третье на котором я хочу сосредоточиться значит и как бы это объяснение нас в конечном счете приведет к кассирийским источникам тоже и к сравнению того что написано в Танахе с тем что написано в аналах Синахириба в частности вот этой призме Синахириба которую мы будем уже обсуждать в следующий раз по всей видимости значит это объяснение третье которое я предлагаю оно наиболее прозаичное из всех трех но по крайней мере мне оно представляется пожалуй наиболее убедительным а именно что мы имеем дело действительно с двумя версиями излагаемых событий речь идет об одном и том же событии об одной и той же осаде Иерусалима но предлагаются две версии одна версия достаточно такая сухая хронистская версия которая не содержит в себе элементов легенды и мифа а попросту говорит о том что Хискияу был вынужден покориться потому что он по сути дела вверг Иудею в ситуацию полной катастрофы сам пророк Ишаяу описал это достаточно красноречиво в первой главе книги Ишаяу говорится что от Иудеи просто в результате этого захватнического похода Синахириба не осталось камня на камне как он говорит не осталось ни одного целого места все изранено земля говорит он превратилась в пустыню ваши города сожжены на ваших ваша земля вашу землю поедают чужаки это можно сравнить он говорит с мапехат зарим мапехат зарим то есть переворачивание чужих это очевидный намек на то на ту судьбу которую потерпел Содом книги Брешит там используется тоже термин мапехат с дом в Амура в Торе и действительно впоследствии нескими стихами ниже Ишаяу сравнивает вождей руководителей иудеи с Содомами Гаморы он так и говорит послушайте меня вожди Содома услышьте закон Бога нашего народ Аморы и он говорит что от всей иудеи остался только Иерусалим как шалашик виноградники как будка охранника садовника на Бахче вот так остался этот осажденный город если бы не Господь Бог который оставил нам этот остаток то мы бы действительно разделили судьбу он говорит Содома и Гамор то есть с точки зрения прагматической политики Хискияу поставил страну в результате вот этого своего восстания против Ассирии на порог абсолютной катастрофы в отличие от своего отца Хаза который страну после того что заключил союз Стиглад Пелессером спас от от захвата совместными арамейско израильскими войсками Хискияу своей вот этой подрывной деятельностью фактически привел иудею к полному уничтожению это то что говорит прагматическая политика но Танах это не книга прагматической политики это нечто совершенно иное и способы оценки тех или иных политических деятелей в нашем случае царей кардинально отличаются от подхода вот такого вот политических политических прагматик он оценивает деятельность царей по степени их приверженности преданности богу израиль и с этой точки зрения ахаз оказывается злодеем нечестивцем а как раз таки как раз таки фискияу оказывается человеком богобоязненным и верным богу значит поэтому можно предположить что в противовес вот этому сухому и в общем выставляющему довольно жалком свете царях искияу рассказу является совершенно другой рассказ о чудесном спасении Иерусалима и это чудесное спасение Иерусалима которое достигается благодаря молитве и молитве царя и ответной верности бога своему городу потомку Давида это спасение приобретает совершенно особый характер впоследствии многие обсуждают вопрос о том что произошло реально в ассирийском войске если судить по этому рассказу почему они вдруг все оказались мертвы и поэтому предполагались различные гипотезы в том числе гипотеза о некой эпидемии дело в том что в свое время Геродот рассказывая своей истории о захватах ассирийских царей как раз на территории Египта повествует вот тоже о некоем локальном поражении ассирийского царя в результате того что египетские боди насылают эпидемию на сирийские войска мыши которые там прогрызают у них все и в общем войска гибнет но как бы на самом то деле никакая эпидемия здесь не описывается в нашем тексте в нашем тексте описывается нечто совершенно иное чудесное вмешательство бога благодаря которому египетское войско гибнет теперь поскольку время наше выходит я хочу обратиться к вам с вопросом как бы если ответа сейчас не будет то мы начнем с этого вопроса следующее занятие я хочу обратиться к вам с таким вот вопросом не напоминает ли вам какой-то известный можно сказать хрестоматийный сюжет из Танаха же истории если угодно вот это побиение ассирийского войска богом может быть кто-то из вас предложит ключевой здесь вот этот сюжет который поможет нам понять что здесь произошло есть ли у кого-то ответ из тех кто присутствует на занятии я не знаю что предложить это Эмиль говорит да я вас слушаю но в принципе повторяется все одно и то же то есть одна версия и вторая версия совершенно как бы одно дело она не как бы отличается она и более не менее реалистическая да видно она ближе к тому времени или по крайней мере не было такого интереса а вторая это идеологическая что это может напоминать я честно говоря не знаю потому что я не знаю подробностей того что как он спас и все и кто там где еще кого спас начинается начинается фактически с выхода из Египта то есть чудеса вот спасибо Эмиль это ровно то чего я и ожидал да и хотел бы услышать вот тут написано ночью вышел ангел господень и побило сирийское войско ну да это все понятно что это эпопия как сказать да повторяется некий сюжет который нам хорошо знаком из рассказа о египетском исходе книги шмот книги исхода казнь египетских первенцев который после которой последовал исход избавление спасение эта казнь происходит тоже среди ночи тоже выходит ангел господень губитель да машхит как там сказано который уничтожает египетских первенцев и в результате Израиль оказывается спасен надо отметить в скобках поскольку время совсем выходит но надо все же отметить что пророк Ешаяу сам когда говорит о спасении от от Синахириба он намекает на то что это спасение так или иначе связано с пасхальной историей потому что он описывает это спасение рассказывая о нем говорит о том что Бог спасает Израиль он использует для этого ряд глаголов один из которых пасоах пасоах то есть тот самый глагол пасах который используется в Торе и Гешмот для описания спасения Израиля и исхода из Египта вот тот же самый глагол используется пророком Мишаял когда он описывает избавление иудеев от Синахириба так что это конечно не случайное совпадение а это совершенно намеренное намеренное указание намеренное аллюзия вот значит мы с этого с этой аллюзией начнем дальше раскручивать эту тему сравним в следующий раз то что написано в Танахе с источниками ассирийскими и попытаемся понять как что что в результате изменилось в древнем еврейском сознании благодаря вот этому этой истории и как далеко насколько сильно она повлияла на дальнейшие рассказы представления о несокрушимости Иерусалима если у вас какие-то вопросы перед тем как мы завершим сегодня наше занятие да только все печально поскольку это продолжается понимаете продолжается что идеологический подход то есть изучающий иудаизм как бы ну совсем немножко по-другому но короче говоря они как бы это натурализм он как бы продолжается и это сложная проблема то есть неумение отделить религию от культуры это очень сложная проблема в Израиле вообще вы это имеете ввиду ну окей хорошо мы как бы поговорим об этом в следующий раз потому что в любом случае как бы вот эта история она послужила своего рода таким ядерным сюжетом как Икедат Ицхак в Торе так и исход из Египта так и эта история это какой-то вот некий основополагающий сюжет который связан с представлением о вечности Иерусалима мы об этом поговорим очень хорошо вечность Иерусалима все только надо если это понимается как символ как одно дело но если это понимается слишком натуралистично то это создает очень серьезные проблемы и с этим мы тоже столкнемся потому что действительно создало проблемы ну хорошо если пока больше вопросов нет то мы тогда на этом сегодня завершаем в следующий раз я надеюсь уже будет Натан будет осуществлять техническую поддержку я вас благодарю за внимание и до встречи через неделю